Валентина Пикуля Вот цитата Станем судить о делах ихних Армяне, люди шустрые, уже и столицу себе облюбовали, Еревань Что толку от столицы, если и страны нет? Сейчас нет, после нас будет, отвечал Потемкин Диалог, приведенный выше, отлично иллюстрирует то, насколько современная армянская история Та, которую пытаются продвигать в Ереване, полное, неприкрытое вранье Достаточно обратить внимание на одно единственное слово в этом диалоге Облюбовали Что означает облюбовали? Присмотрели, наметили Что-то, что хотят получить Стоп, а как же тогда мифы про тысячелетнюю армянскую историю Еревана? А как же про то, что это чуть ли не древнейший город во вселенной? Присмотрели себе азербайджанский город под столицу и азербайджанские земли под страну Увы, время показало, что Суворов, видимо, на том самом совещании, которое описывает в своей книге Пикуль, своего для армян, таки добился О встрече и беседе Суворова с армянскими представителями Сохранилась следующая информация в дневнике Иосифа Аргутинского 2 января генерал-поручик Александр Васильевич Суворов приехал к нам на свидание И наш благородный Агао Ванес, то есть Иван Лазарев, был с ним И в течение двух часов Суворов задавал много вопросов Подробно расспрашивал о состоянии престола нашего святого Ичмядзина И сильно обнадеживал нас, что они намерены восстановить наше государство Аргутинский далее пишет, что 3 января имела место встреча уважаемого Потемкина Если верить дневникам армянского архиепископа, князь обещал им создать отдельное государство при условии Что необходимо, чтобы патриарх ваш вместе с несколькими местными владителями Возбудили вопрос о опасении вашим, а затем мы придем вам на помощь 13 января 1780 года состоялась четвертая по счету встреча армянского архиепископа и князя Лазарева с Суворовым Во время этой встречи армянские деятели попытались ввести русского генерала в курс дела о Карабахском ханстве Где якобы крестьянские мелики терпели разные притеснения со стороны местного хана Не забыли они и о грузинском царе Ираклия II, которым также были недовольны Таким образом, в результате нескольких встреч и бесед, имевших место в январе 1780 года Суворов получил от Аргутинского и Лазарева искаженную, выгодную для армян картину о положении дел в регионе Это делалось преднамеренно, поскольку царское правительство в 1780-х годах с легкой руки армян, подобных Аргутинскому и Лазареву Всерьез стала рассматривать идею создания под покровительством России армянского государства Не случайно именно в этот период развернулись довольно оживленные переговоры между двором Екатерины II и армянскими политическими деятелями Которые даже представили свои проекты предполагаемого русско-армянского договора Впоследствии именно эта попытка армян получить свое государство от России на азербайджанских землях Была провалена в связи со смертью императрицы Екатерины Однако уже через порядка 100 лет история повернулась совершенно в ином направлении Последствия подарка армянам в виде азербайджанских земель стали видны через сотню лет Когда уже независимому Азербайджану пришлось 30 лет бороться с армянской агрессией и оккупацией Надеюсь, вам понравилось этот ролик Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео Пока!